Инесса Запеченко живет уже больше семи месяцев без горячей воды. И это несмотря на то, что котельная буквально в двух шагах от ее дома и работает. Кроме того, горячей воды нет и в соседнем здании. Ну вот уже отопительный сезон месяц как начался. И мы узнали, что руководство концерна «Городские тепловые сети» приняло решение на наши дома горячую воду не подавать. Им это невыгодно. В итоге несколько десятков семей вынуждены вспоминать дедовские методы нагрева воды на печках или, если нужен небольшой объем, кипятильникам. Посуда моется, как, извините, в начале прошлого века. Кипятится в кастрюле на печке. И в миске моется вода, а потом получится. То есть это первобытные условия существования в 21 веке. Абсолютно. Это вода. Это так мытье чашек, мытье кастрюль, мытье тарелок, мытье всего. Проблема усугубляется тем, что газа в домах на улице Зеленой 51 и 53 нет. И готовит еду и греет воду на электроплитах. Месячное потребление в районе 300-400 киловатт здесь не редкость. Особенно у тех, кто поставил водонагреватель. Вот сейчас 62 ватта всего квартира потребляет. Я прошу хозяйку включить нагреватель. Сейчас увидим, вот, больше 2000 ватт. 2 киловатта 1986. То есть только при включенном бойлере 2 киловатта сразу же люди вынуждены употреблять. Почему нет горячей воды и вернется ли она в дома на улице Зеленой? В концерне ГТС подтверждают. Действительно, намеренно не включают горячую воду на эти два дома. Основным потребителем, например, горячей воды от этой котельной был санаторий Великилу, госпиталь военный. После того, как они отказались от услуг горячего водоснабжения, технологически на котельной этой мы не можем обеспечить качественной подачей горячей воды на эти два дома. Другими словами, котел слишком большой и мощный. Если сейчас его запустить, ничего хорошего, по словам Петра Озерова, не произойдет. Для получения горячей воды каждый из жильцов должен будет спустить несколько губометров воды. Поэтому в концерне считают, что жильцам этих домов выгоднее все же пользоваться водонагревателями. Более подробно о горячем водоснабжении Великого Луга, а также о том, почему в некоторых запорожских квартирах до сих пор не начался отопительный сезон, смотрите сегодня вечером в 19.45 в программе «Социальный патруль». Павел Васильев, Юрий Васильченко, ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова